Так, теперь сделаем меньшее окно, потому что, чтобы вы видели что-то, и в уроках я делаю большой шрифт. Значит, ребят, смотрите, мы когда сохраняли, у вас должен появиться файл вот такой. Поищите сеттинг JSON. В принципе, это настройки. Так вот, помните, мы сохраняли с вами виртуальное окружение. Так вот, оно у нас сохранилось. У вас свой путь, у меня свой путь. Ставим запятую после последней строки и добавляем вот это, да, то есть я записал уже в уроке, что вам дать, да. Добавляем, вот видите, у меня изменился шрифт. И сейчас, если я открою модель, то уже шрифт большой, читаемый, да. А потом для себя я могу опять уменьшить, для вас увеличить. Итак, продолжаем дальше ставить плагин. Нам еще надо. Но прежде теперь вот эти вот все 10 поставили, то есть стандартные. Дальше может пойти где-то натупление. Почему? Открываем обязательно сейчас таймшифт. И делаем копию. Создаем копию, да, обязательно. Все, погнали делать. Потом уже продолжите дальше. Ребята, это важно. Специально показал, чтобы не тупили. Почему? Потому что это дешевле. Пусть вы 10 минут подождете, но это дешевле обойдет, чем все потом перестраивать. Поэтому здесь пишем типа что-то такое, чтобы сами поняли. Нажали Enter. То есть кликнули степ 1. Можно и по-русски писать install 10 plugins vs. Enter. Все закрыли. Теперь мы с вами собирались, по-моему, поставить на будущее. Возможно, скорее всего понадобится. Install Node.jc Ubuntu 18.04 Либо свою версию набираете. Открываем терминал. Ставим глобально. Update. Пусть можно новее версию установить, но мы установим с вами с репозитория. Sub-app install Node.jc И ставим. Нажимаем Enter. Ставим. И ставим пакет NPM. Это пакет для установки других пакетов. Тоже иногда надо. Просто мы будем со временем чуть позже работать с GC. И некоторые вещи требуют ноду. Пусть она у нас стоит уже сразу в системе. А, обратите внимание, из-за конфликта с другими пакетами, исполняем файл с репозиторией Ubuntu. Называется Node.jc вместо нода. В Ubuntu именно. Проверяем. Нода версион 8.10.0. Хорошо. Все я это вам помечаю. Так, я вам пометил. То есть все это. Install ноды. Так, и комментарии. Просто, чтобы имели в виду, что если нужна какая-то особенная версия, допустим, новая, там, 10-ая, то поищите, поставите. Пусть стоит нода, чтобы мы уже не думали. Она у нас должна стоять. В любом случае мы будем работать GC. Нам придется это делать, потому что я уже запланировал. Потому что если не взять GC, я так понимаю, в школу и не делать вот так, то долго ребята будут идти к этому. А это надо. Так, ставим дальше. Теперь дайте я сейчас позакрываю все, что мне не надо. Во-первых, я сохраню. И, во-вторых, давайте перезагрузим среду. Так, потом, если надо, все откроем. Идем опять дальше к плагинам. Теперь нам надо опять выйти на командную строку. Ну, смотрим, где у нас, крикнем так, терминал. Ctrl-Shift-Plus можно было. Workon. Вот наш пакетик. У нас свое виртуальное окружение может быть. Ну, а для участников школы, чтобы легче было, одно и то же делаем. Так, теперь нам надо поставить в виртуальное окружение MarkDawn. И... И... Давайте сделаем так. Сразу ставим сюда. Пип. Пип. Настал. Mark. Дован. И вы что делаете? Абсолютно делаете, как я, да? Пишите. Можно по шагам. Все записывайте. То, что делаете в Linux, все записывайте. Сейчас убедимся, правильно ли мы набрали. Все правильно стоит. Дальше. Пип. Инсталл. МК. Докс. Это нам надо движок для документации. Энтер. Так. Ага. Все правильно. Вторую команду L не набрал букву. Проверяем. Ставим. Да? В наше виртуальное окружение. Поставили. Теперь. Давайте вот сюда мы сейчас переходим в плагины. Плагины. И ставим, набираем MarkDawn. Какой здесь выбрать, я, честно сказать, не знаю. Я же ставил, отогнал систему. Но нам надо, вот, пять звезд, этот и поставим. То есть, инсталл. Потом, что можно удалить, другой переустановить. Но всегда содержите в порядке. И нам надо вторая, MarkDawn Preview. То есть, чтобы у нас был предпросмотр. 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 Инсталл. Сейчас сначала надо проверить. Единственное, что может быть, сейчас... Так, ну вот, идет установка. Значит, я пока остановлю. Так, все. Пока здесь нам делать нечего. Вставим файлы. Давайте, прежде чем создавать проектный MarkDawn, мы зайдем в нашу, где мы создавали файлы, отметим. Help. Я обычно в проекте делаю отдельно папку help большими буквами. Я знаю, что туда я разную... Ну, сложу то, что мне надо быстро. Потом можно это и удалить. Поэтому, отмечаем help, файл, новый файл, и файл сохранить. И присвоим ему расширение. Так. Ну, пусть будет index.md. И сохраняем. Отлично. Вот видите, вот у нас появились два значка. Ставим, чтобы был крупный шрифт, ну... Разметку MarkDawn быстро выучите. Ну, что... Вроде работает, пишем. Так. Вот здесь с предпросмотром все. Вот видите, появилось вот здесь MarkDawn, здесь предпросмотр. Работает. Вроде работает. Да, работает. Все, отлично. Это то, что мы хотели добиться. Да? То есть, мы можем переключить. Где там? Ну, в общем, вот оно. Есть сюда. Привив индекс.md. Так. Сам MarkDawn. MarkDawn. В школе я давал ссылки. Наберете. Здесь ума много не надо. И здесь куча. Вот, Википедия. Тут будет сайт на официальный. Но, ребят, столько много сделало. Ну, попишите. Здесь ничего сложного нет. Язык разметки. И... Все. Ну, давайте еще здесь что напишем. Напишем мы здесь, как Ё-буква, только на латинице. Дальше три обратных кавычки. Три. Дальше опять три обратных кавычки. Между ними вставим наш код. Возьмем наши Stadia, Models. Возьмем этот код. Без кавычек. Ну, там... Что скопировалось, то и возьмем. Как говорится. Так, ну вот. Код тоже разметка нормальная. Все у нас будет работать. Теперь давайте сделаем... Во-первых, проверим в командной строке mkdocs 2-версион 1.04, то есть Python 3.6, то есть все у нас супер. Далее... Далее... Надо вам это выписать. Надо вам это выписать. Так, пока... Привив... Пока это все уберем. Далее... Далее нам надо понять, где мы находимся. ПВД и смотрим... Django Pro Stadia. Ну, все правильно. ЛС наберем, чтобы еще раз убедиться. Да, мы в главной директории действительно находимся. Менжепай то, что нам и надо. Значит, мкодир... Создаем папку мкодир... Называем ее wiki. Создали. Вот наша папочка. Вот она. Значит, сейчас переходим cd vtab дописала перешли. Вот здесь в вики мы будем как раз и ставить наш маркдаван. Ну, для документации для нашего проекта будущего в жанге. Значит, пишем... Вы уж за время извините, я не буду ковыряться, отключать, что-то переделывать. Надо кому интересно посмотреть, неинтересно выключить. Так. Fidiiki wiki mk docs new у нас проект Django Pro Stadia docs и возьмем Django 2 docs через нижнее подчеркивание назад отгоню docs Все. Создался проект. Мы видим индекс. Давайте давайте вот что мы сделаем. Сейчас я покажу, как это все делается. Вы потом разберете сложного ничего нету. Я скопирую, просто чтобы не дурить голову. Ни вам, ни себе. Открывается, говорю, что наберете mkdocs, допустим, вот как Асачи Сергей сделал материал. Сейчас будет стандартная тема. И там много информации. Можно материал mkdocs сделать красивые там у вас документации сайты. Это для вас лично, но в курсах я рассказывал, как еще разместить на я рассказывал где-то в курсах, наверное, не наверное, а точно. Здесь мы должны были отправлять на сервер. Перед сервером. Да. Ладно. Вот что мы сделаем. У нас, давайте откроем эту папку вики. Ну, видите, преображается наша студия в какой-то инструмент крутой, да? И нам надо mkdocs.uml файл, в принципе, настроек. Сейчас здесь нифига нету, кроме имени сайта. Мы в объем здесь стандартная. И сделаем это так. А потом исправим пути. Вставить, грубо говоря, вверху у нас сайт. И здесь пишем уже наш конкретный сайт Django Pro Study. чтобы мы знали, с чем работаем. Как название проекта. Пусть будет так. А, вот у нас как большими я писал. Не обязательно так делать. Далее у нас два пути. Два пути. Два пути. Docs.dir, сайта.dir. Грубо говоря, где один делать документацию, а где выводить уже, потому что вводит он с разметкой HTML. И как видим, что я обычно делаю. Значит, мы с вами берем маленькими буквами, делаем так. Start Up A. Ну, это вообще-то не будем сейчас делать, чтобы времени терять. Это с возможностью, чтобы потом разместить на сайте. Нет, не буду делать, вколе это есть. Поэтому нет смысла. Поэтому здесь мы вот что делаем. Так как это у нас для структуры проекта, то вики создать новая папка, назовем ее Build Docs. Вот так. То есть, грубо говоря, Django 2 Docs здесь будет, мы будем создавать сами документацию, добавлять папки, файлы и в них писать Markdown. А Build Docs сюда, в эту папку, при нашей команде сбора, сбора, будет собираться уже натуральный сайт, HTML и все со всем вместе. Вколе я показывал, мы делали немножко по-другому, там участники посмотрят. Docs.de, грубо говоря, мы можем сделать все проще. Вот так вот сделать, открываем терминал, находим наш проект. Наш проект находится у вас в своем, у меня в Пайчаром. Далее мы Django 2 Study Далее находим папку Wiki Вот у нас есть папка BuildDocs Все, копируем этот путь Копируем этот путь Далее. далее это у нас BuildDocs, то есть сайт Edir. Значит, дальше вставляем это все дело сюда вставить, слэш ставим. и это у нас сайт Edir, а вторую вторую тоже копируем, отгоняем назад, BuildDocs, Django 2 Dogs и тоже копируем и далее сайт Edir. вставить, ставим слэш, все, пути указали, теперь есть путь, где делается сайт, он знает, дальше у нас идут Page, отмечаем главную страницу, синтакс очень простой, тире, тире, дальше пробел, название, что придумаете, далее двоеточие, дальше сам файл, вот у нас индексный файл, он всегда есть, хотя назвать можно как хотите, хоть Люся, ну, старайтесь потом поработаем с этим, осмысленно делать, чтобы сами вообще понимали, что происходит там, вики, нам надо вот эту папочку docs, если мы откроем docs, то мы видим вот здесь вот наш индексный файл, да, ну, сейчас может там индекс, дальше дальше у нас идет планирование, ну, пока пока мы создадим какую-то папку, это у нас будет главное, на главный помечать себе основные команды, для начала новичок что делает, на главный отмечает себе как запустить, как собрать, вот это на главный, да, вторую папку мы сделаем наш план, и там будем хранить планы, значит нам надо что сделать, нам надо зайти в папку docs, файл, стоп, вот так новая папка, назовем ее plans, plans, и в ней создать файл индекс plan.md enter, переходим сейчас проверим есть ли здесь копировать пути, скопировать относительный путь, сейчас посмотрим, скопировать путь, скопировать относительный, сначала скопировать относительный путь, сейчас проверим как это будет здесь работать, чтобы проверить мы вот здесь просто тупо его вставим, посмотрим, это мы какой путь копировали относительно правильно без хом здесь но нам весь путь не надо нам надо plans и индекс md вот это возьмем скопируем ставить plans это не забудем удалить она нафиг не нужно уже далее здесь пишем для себя чтобы понимал каждый новичок как буду учиться и потом себе сюда записываешь послушал он бувсуновский сказал надо прорабатывать код буду прорабатывать код надо описывать код буду описывать код пишите есть твой раз одно забыли второе забыли и просрали весь свой программный путь все складывается из мелочей есть совет делайте бувсуновский плохого не скажет поняли молодцы и так можно делать получается категории дизи так дизайна у нас здесь нету дальше вы можете создавать таких категорий папах сколько угодно поэтому мы пока удаляем это потом сами создаете последний файл делаете другое и туда вставляете разметку маркдаун чтоб пока научитесь подглядывать поняли записали уже в план себе должны как буду учиться то есть вы уже зашли сюда и написали так по каким принципам буду изучать программирование первое посмотреть уроки отлично открываем вас должна сюда вставиться уже ссылочка то есть те уроки которые я давал посмотреть вы уже должны были записать это для себя учиться ребят посмотрите уроки до новости надо читать контакте это просто новости школы что не был человек посмотрел вот эта статья и взяли себе пометили пометили так чтобы сами поняли то есть вы понимаете что вы понимаете что вы это делаете не то что я рассказываю вы делаете вот мы с вами молодцы одни пишут другие записывают вы делаете чтобы потом это все прорабатывать то есть вы себе пишите здесь не извините меня накалывая себя да я бы сказал погрубее а то что реально делаете и код прорабатывать и описывать все относительно этого проекта мы будем работать сначала с этим а потом у нас второй раз проект который связан с сервером на нем уже более чистовые вещи а здесь будем учиться и так далее и так далее маркдау надо делать разрыв ну в общем поняли все окей так давайте юмил файл настроек далее addr 8000 никогда не ставим у меня если есть 21 1 ночь я ставлю 23 начинайте допустим с 11 вот решили себе начать 8000 там 11 пор потому что там по и чарам других программах 8000 до есть и вы не ставите ли там что понравится там начинаете с цифры 70 80 80 71 и все проекта magdama у вас пошли но чтоб не пересекались поняли вот эти вот порты темы реадос extension чтобы были ссылки на давайте проверим что у нас получится набираем mk docs а нам надо наверно будет перейти сейчас стоп нам надо зайти в папку сиди джанго docs чтобы достать файл чтобы достать файл юмэ юмэл да сиди джанго набрали начинали тап а увидели оно нашло все энтер джанго docs дальше мк docs байлд так смотрим что-то натворили что-то натворили эра док дир эра док дир все правильно вернее неправильно они мышь правильно делаем они неправильно там пишут поэтому где-то с путями что-то там натворили сейчас разберемся а дох дир не должна быть радист каталом файла конфигурациями средства дочерний катал что фанк фанк фигурации так я исчез сказать сейчас соображу ага все я понял у нас идет дальше docs мы не дописали вот здесь docs то есть идет вот этот каталог да который мы создавали ну дальше он создал файл docs где будет документация поэтому на его надо дописать docs и тут слэш дальше мы опять с вами набираем мк docs был байл собрать все окей теперь мы можем смело посмотреть мк docs байлд вот вот он и видим что css то есть грубо говоря у нас собран сайт давайте его запустим мк docs сервер enter вот пошел работать по сути дела вот наш порт нажимаем control enter и пожалуйста ап и наша документация есть и мы смотрим очень спокойно как буду учиться уже я вас поздравляю у вас есть ссылка то есть вы это делали для себя а не для бавсуновского и и не дай бог этот раздел будет пустой просрете все нахрен программирование если вы это сделали для меня кидай нахрен программирование закидывай клавиатуры иди на рыбалку куда хочешь но не трать время если все таки послушайте меня и будете писать и будете писать то что будете реально делать будете делать записали прописать расписать функцию значит расписывайте поняли ребят это архи важно это архи важно ну что кричи на вас не кричи я вас не вижу а я сижу перед компьютером поэтому ну вы можете что угодно говорить там да там послать меня куда хотите но вопрос вы же хотите стать программистом я и так уже программист да я вам рассказываю как это легче сделать потому что 4 года допустим первые я был как во тьме вы можете пойти своим путем неплохо через лет 12 станете программистом 5 лет отнимаем 4-5 лет потому что вы будете в жопу тыркаться и неизвестно куда придете потому что вы ж пиздец какой умный вот это надо делать так вот это так вот это так потом начинаете соображать что если бы я рассказываю про себя я потерял время а вам зачем это делать потому что когда я слушал да вот человек из гугл говорит изучите десяток языков а я сидел изучал питом в 2009 году и думал тут бы хоть один язык выучить а через 4 года понял я просто потерял эти 4 года я бы мог к концу 4 года писать на разных языках то что я сегодня учу в школе поэтому свои умности вы оставьте пока при себе вот научитесь писать потом скажете ой бусиновский я лучше так я же похлопаю вас только рад буду но сначала делайте все々 то что рекомендуется если говоришь что надо быть в школе в группе значит надо быть в школе сдать то значит надо просто брать и делать почему осачudoим на двух языках потому что делает да потом уже будет думать делает и все что-то я смотрю эээм дима да пошел по форму кто смотрел предыдущее видео по форму погнал.... погнал... погнал.... так потому что делает... сказали расписывать значит расписывать все ребят я вас поздравляю в школе есть еще как на сервер отправлять так все у нас работает да вот тут есть и вначале пишите чтобы выучить да на первой странице потом все остальное так ну вроде пока все прервать процесс опять же control c но теперь документация у вас должна оживать все что делаете проекту все должно быть в доках да и удобно будет сами себе читать маркдаун надо много где программах поэтому не обижаемся где-то если я ругаюсь я я такой как есть и уже не изменилась не надо там сравнивать если там было культурно если было культурно идите в университет там будет вам культурно дядька стоять и рассказывать техническим терминам вы будете как баран сидеть зато культурно зато нихрена не поняли и зато не стали программистами ну зато культурно а я уже как как есть я уже не изменюсь поэтому мне важно чтоб человеку дошло Чтоб человек делал, чтоб человек понял Надо ругнуться, ругнусь Надо повысить голос Повышу, потому что если Сидите Вы заснете Ну, согласитесь? Согласен Все, ребят, не забывайте заходить Все, пока тренируемся Сейчас, после урока, что вы сделали? Абсолютно верно Вы уже запыхавшись Себе уже написали, что Иду студировать Разметку Markdown И я говорил, отр добавить Туда ее вбить Сели, научились Большие, маленькие буквы создавать Научились Вставлять фотографии Ссылочки Создавать код Все, в общем, на два вечера У вас обеспечено Все просто хорошо Но запоминаем правила Значит, говорю важно, а помните слово важно? Важно слово это для исполнения Да, то есть для исполнения ежедневно Беспрекословно Каждый проект у вас должен начинаться С добавления документации На чем вы будете добавлять? Это ваше дело Но я рекомендую добавлять на Markdown Почему? Потому что можно потолку Все для себя расписать Как вот на ГИТе Да, все же расписано толково Да, и вы так для себя будете писать Разделяя Добавляя Поэтому любой проект У вас на Django Или на Python Что бы вы ни делали Неважно Или на Kotlin Начинается с добавления документации Где вы будете с этой документацией Крутиться Добавлять код Думать Ну сам принцип Вы это добавляете Договорились? Договорились Спасибо для тех Кто начал с этого видео Начиная со школы SPB-Retout.ru Сайт переписывается Возможно вы видите уже другой сайт Доблюдать можно здесь Поэтому потом просто поменяется интерфейс Вам ничего не надо делать Спасибо за доверие Ребят, программировать будете Все получится Своим путем У кого-то раньше, у кого-то позже Но все код писать будете Ну а сейчас мы с вами потихонечку Начинаем оживлять под нас среду VA Studio Чтоб она в принципе нам начала Приносить радость и помогать И мы уже добились неплохих успехов Все, ребят, вперед